Мы находимся на поле с азимой пшеницей. Меня зовут Павлова Татьяна. Я региональный полевой эксперт территории Саратов. Сорт азимой пшеницы Анастасия. Дата сева 15 сентября 2021 года. Предшественник пары, протравитель Vibrance integral в норме 1,7 литра на тонну. Здесь мы заложили три нормы высева. Мы с вами находимся на варианте с нормой высева в 2,5 миллиона. Мы установили, что количество продуктивных стеблей на данном варианте составляет 5,5 миллионов штук на гектар. Количество растений 212, коэффициент кущения 2,6. Растения выровненные, соломина мощная, подгона немного и составляет где-то порядка 20 штук, что составляет 3,5%. Количество продуктивного стебли стоя на данном варианте 3,5 миллиона штук на гектар. Составляет порядка 5,6 миллиона штук на гектар. Количество растений составило 260, коэффициент кущения 2,2. Наглядно видно, что растения на варианте с нормой высева в 3,5 миллиона также хорошо развиты. Мощная соломина, также немного подгона, но коэффициент кущения ниже по сравнению с нормой высева в 2,5 миллиона. Мы находимся на варианте с нормой высева в 4,5 миллиона штук на гектар. Количество продуктивного стебли стоя на данном варианте составило порядка 6,3 миллиона штук на гектар. Количество растений 356, коэффициент кущения 1,8. Растения также хорошо развиты, также хорошая мощная соломина, но обратите внимание, колосков подгона 3 раза больше по сравнению с нормой высева в 2,5-3,5 миллиона. Колос меньше, озерненность меньше, что скажется на снижении урожайности данной культуры. На всех трех вариантах вайбранс интеграл в норме 1,7 литра на тонну, благодаря входящим в него действующим веществам, обеспечил надежную защиту от всех патогенов как корневой системы, так и прикорневой зоны. Срезав колосья с четверти квадратного метра, с каждого варианта опыта и распределив их по убыванию, мы увидели. Колосья на норме высева 4,5 миллиона и гораздо больше по сравнению с 3,5 и 2,5 миллиона штук на гектар, но их размерность гораздо меньше. И обратите внимание, среднее количество зерен на варианте 4,5 миллиона составляет 32 штуки, на варианте 3,5 миллиона составляет 35 штук и на варианте 2,5 миллиона составляет 47 штук. Таким образом можно сделать вывод, снижая норму высев на таком протравителе, как вайбранс интеграл, который обеспечивает нам не только пролечивание корневой системы, но и ее мощное развитие. Мы получаем дополнительную площадь питания для каждого растения, при этом идет увеличение коэффициента окущения, что мы видим на норме высева в 3,5 и 2,5 миллиона штук на гектар. Мы получаем большую размерность колоса и в итоге мы можем получить большую урожайность. Предлагаю вам сравнить два варианта. Один из вариантов, который слева от меня, это протравитель вайбранс интеграл в норме 1,7 литра на тонну. Справа от меня это хозяйственный вариант, фунгицидная часть которого была на основе тритиконозола и перакластрабина. Мы отобрали 2 снопа по 15 растений. Выровненность растений на вайбранс интеграл значительно выше. Соломина более мощная, корневая система, хорошо развитая. Размерность колоса и озерненность гораздо больше на протравителе вайбранс интеграл по сравнению с хозяйственным вариантом. Таким образом, коллеги, используйте вайбранс интеграл и у вас будет всегда хороший урожай.